Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Да, сегодня у нас будет ролик о бренде, который у меня на канале упоминался всего один раз, два года назад, в ролике бренды, которые я никогда не куплю. Но за два года изменилось многое, за два года изменился рынок, изменился ассортимент компаний, изменились разработки, продукты стали интересней, и мне захотелось попробовать, тем более, что этот бренд очень интересен моей аудитории. Да, сегодня у нас наконец-то будет обзор на продукцию бренда Geltek. Но любители ухода за кожей, скорее всего, уже знают эту компанию по бренду Блифара Гели, ну и, насколько я знаю, они еще задолго до того, как вышли на косметический рынок, производили различные гели для УЗИ и прочих медицинских процедур. В общем, марка себя позиционирует как такой бренд, основанный на научном подходе, около медицинская продукция, продукция для профессионального и для такого продвинутого домашнего использования, что, естественно, для нас в первую очередь интересно, поскольку мы любим научный подход и любим немножко экспериментировать дома. Но прежде чем мы начнем, я советую вам подписаться на свой собственный телеграм-канал. Это телеграм-канал, где я делюсь частичками своей жизни, высказываю непопулярные мне косметики, делаю мини-обзоры, иногда рассказываю, о чем сейчас говорят западные блогеры. У нас там очень такое уютное, комфортное общение. Обязательно приходите, будет интересно. Ну и не забывайте заглядывать на мой пусть, поскольку там появляются статьи в открытом доступе по различным аспектам ухода за кожей. Недавно была целая серия статей про солнцезащитные фильтры. Также там было подробно разобраны различные мифы, которые окружают защиту от солнца. И 27 вопросов, 27 ответов о том, как правильно защищать кожу от солнца, как смывать солнцезащиту, как ее наносить, когда нужно наносить, когда можно не наносить. Поэтому обязательно заходите в бусте, там тоже очень полезно и интересно. А между прочим, вы могли заметить, что под моими роликами появились ссылки на маркетплейсы. Да, теперь товары, которые я показываю в ролике и рассказываю, вы можете купить, перейдя по ссылкам. Если вы будете покупать их, переходя по этим ссылкам, я буду получать небольшую комиссию. Я хотел бы поблагодарить компанию Яндекс.Маркет за то, что они мне помогли сегодня в покупке косметики для этого обзора. В некотором роде выступили спонсором. Так, давайте перейдем непосредственно к тому, ради чего мы здесь сегодня собрались. Косметика Гельтек. По традиции я начну с очищающих средств. И первое средство, которое я покажу, это будет гидрофильное масло. Надо сказать, что когда я подступался к косметике бренда, я почему-то был уверен, что это будут очень яркие отдушки. И забегая вперед, я хочу сказать, что мой главный страх был развеян при использовании этой косметики, потому что отдушки оказались очень минималистичными, они оказались цветочными и очень такими, знаете, невесомыми, очень ненавязчивыми. Поэтому, когда мой страх был развеян, я приступил непосредственно к тестированию масла, я был очень приятно удивлен. Используя его три недели, я хочу сказать, что он выдает практически идеальное количество, дозатор выдает идеальное количество, необходимое для моего лица. Я по привычке нажимал 2-3 раза, в итоге оказывался с полной ладонью масло, которое можно было еще намазать на шею и абсолютно везде. Но здесь одной помпы достаточно, чтобы выдать необходимое количество на все лицо. Тем более, что масло отлично распределяется, как видите, оно очень жидкое, но самое-самое главное, оно отлично эмульгируется. Оно эмульгируется без остатка, не оставляя масляные пленки. Вот это я не очень люблю. В последнее время мне везло как раз на средства, которые оставляют как будто бы какие-то уходовые компоненты на лице. То есть не масляную пленку, а именно какие-то уходовые компоненты. Это же масло смывается полностью. То есть, если вы не любите, когда у вас после гидрофильного масла хоть какое-то ощущение маслянистости, хоть какое-то ощущение кондиционирующей каких-то добавок, вам это масло зайдет, потому что оно прям вот на 110% смывается. И тут я бы, пожалуй, отметил его минус сразу. Оно, ну, несколько жестковато для меня. Да, несмотря на то, что это масло после смывания ощущение кожи отмыто практически до скрипа. То есть кожа потом очень чистая и, на мой взгляд, даже слегка стянутая. В общем, со своей функцией она справляется блестяще. Иногда я даже не использовал второе средство для умывания, хоть и привык к двухфазному очищению. Я думаю, что такое средство, хоть я и не испытывал его на каком-то стойком макияже, но оно прекрасно справится со стойким макияжем. И тем более оно справится с удалением санскрина. В общем, очень приятно удивлен. Могу, в принципе, смело рекомендовать это масло. Следующее средство, которое я сегодня покажу, оно также для умывания. Это будет такой очищающий крем-гель Цераклин. Он подходит и для чувствительной, и для сухой кожи. Я бы сказал, что он в основном для сухой и для чувствительной кожи. Потому что если у вас кожа жирная, кожа комбинированная, то вам, скорее всего, такого средства будет не хватать. Либо вы его можете использовать как второй этап после этого масла. Либо вы можете использовать его, например, как утреннее умывание, когда у вас на лице нет каких-то особых загрязнений, кроме вечернего ухода. Поэтому вот такое средство, которое не пенится, при этом оно очень мягко удаляет косметику, очень мягко удаляет загрязнение и не оставляет какого-то чувства налета, который, например, у меня оставался после Церави. Вот после Церави у меня немножко было какое-то такое ощущение недомытости кожи. А здесь именно ощущение чистоты. То есть я не так давно хвалил китайское средство, которое мне привозили. И как же оно называлось? В общем, вставлю ссылку на это видео. Там был большой такой тюбик. И вот там тоже было средство, которое не пенилось, но при этом оно как крем идеально практически очищало кожу. Вот здесь та же самая ситуация. Но здесь, к счастью, мы можем прочитать состав. И в составе есть очень много полезных компонентов. Меня очень порадовало, что здесь целый комплекс церамидов, что здесь есть холестерин, что здесь есть жирные кислоты, что здесь есть полезные кондиционирующие добавки. И вообще состав очень-очень приятно удивил. Я думаю, что это средство можно смело использовать как замену гелю для умывания, точнее гель-крему для умывания для сухой кожи от CeraVe. Да, в отличие от CeraVe у него есть отдушка, но она такая достаточно деликатная, как и все отдушки у этого бренда. Мне она абсолютно не мешала. И еще одно важное отличие от CeraVe. Когда я пользовался вот этим вот очищающим кремом Giltek, то у меня не было никаких неприятных ощущений на коже. А вот от CeraVe почему-то на раздражение всегда было какое-то покалывание, пощипывание. В общем, я бы даже сказал, что этот гель-крем мне понравился даже больше, чем CeraVe. Вот так вот, можете себе представить. Использовал я его исключительно как утреннее умывание, либо как умывание вечером, если я, например, не носил солнцезащитный крем в течение дня и вообще не выходил на улицу. В общем, тоже могу смело рекомендовать. Следующее средство, также средство для умывания. В общем, я практически их такую всю систему испробовал для умывания. Это уже успокаивающий гель. Это формат более привычный. Это формат такого густого прозрачного геля. Но в отличие от стандартных гелей для умывания, он не пенится. Я бы сказал, что он весьма мягкий. Я его использовал как второй этап умывания вечером. Иногда я использовал его днем. Я ощущал, что моя кожа такая вот какая-то жирная. Она после ухода там как-то зажирнилась. В течение дня как-то она испачкалась. Либо там я поел какой-то острой пищи. Вот такое ощущение грязного лица. Я использовал вот именно этот гель для умывания. И я хочу сказать, что справляется он на отлично. Он справляется на отлично. У него очень слабая какая-то такая отдушка. Такое ощущение даже, что ее нет. Но какой-то слабый аромат у него присутствует. Я думаю, что это средство подойдет отлично для чувствительной кожи. Оно не особо пенится. Оно практически... Да практически не пенится, я бы сказал. Оно практически не пенится. Оно при этом не очищает до скрипа. То есть кожа остается такая мягкая, очищенная, но не до скрипа. Поэтому подойдет для разных типов кожи. И в частности для чувствительной. Мне не понравилось, что здесь такой дозатор. Он выдает совсем немного средства. То есть мне нужно 5-6 раз им воспользоваться, чтобы получить необходимое мне привычное количество для умывания. Ну напоследок выделю еще два плюса. Первый, что здесь все-таки достаточно большой объем. И второй плюс, это немного нестандартное возможное использование. Я его использовал как гель для бритья. То есть я набрал небольшое количество, тщательно вспенивал его на лице. Ну как мог, поскольку средство пенится слабо. И затем я пользовался своей обычной бритвой, которая пользуется для влажного бритья. И в общем-то эффект был не хуже, чем от средства для бритья. Поэтому я могу его еще рекомендовать в такой ипостаси. Если у вас под рукой не оказалось ни пены, ни крема для бритья, ничего такого. Следующее средство, которое в сегодняшнем обзоре у нас присутствует, это сыворотка для лица. Сыворотка для лица антиоксидантная. Пусть вас немного не смущает такая вот упаковка. Это коллаборация с музеем Тропинина. Ой, а где он находится, музей Тропинина, интересно. В общем, я так понимаю, что это музей русского искусства. И в коллаборации с этим музеем размещают картины, хранящиеся в фондах музея на этикетках косметики. Мне очень нравится эта идея. Я вообще всегда за то, чтобы косметика как-то контактировала с искусством. Чтобы мы видели произведения искусства на упаковках косметики. Чтобы мы видели какие-то референсы, какие-то отсылки. И как-то помимо использования косметики получали еще и эстетическое удовольствие. Вот это очень здорово, а тут я однозначно хвалю. Что касается самого продукта, то продукт чисто по составу мне прям понравился. Понравился в том плане, что здесь есть и ниацинамид, и липосомальный витамин С. Здесь есть фосфолипидный комплекс. Также присутствует витамин С в формате аскорбилоглюкозида. Здесь присутствует... Так, рисфератрол, это тоже антиоксидант. Ферруловая кислота, которая также может выступать антиоксидантом. Витамин Е, токоферол, ацетат он же. Экстракт зеленого чая, тоже антиоксидант. Ну и присутствуют различные полезные добавки в виде гиалуроновой кислоты и пантенола. То есть по составу прям придраться не к чему. Здесь это прям коктейль из полезных компонентов для кожи. Что касается его каких-то других технических характеристик, здесь, к сожалению, нам не указали концентрацию ничего. То есть мы не знаем ни концентрацию неацинамида, ни концентрацию витамина С, ничего другого. Нам остается только верить производителю на слово. И что касается эффекта, я хочу сказать, что сыворотка в целом меня удовлетворила. Она меня не впечатлила вау, но она меня удовлетворила. Во-первых, здесь есть все компоненты, которые я люблю в косметике. Во-вторых, она создавала такое очень приятное увлажненное ощущение на лице. Да, это такой гель достаточно густой, который даже слегка тянется. Такого коричневого цвета. Он имеет почему-то очень знакомый аромат, но я не могу вспомнить, чем это пахнет. И у меня после него лицо такое, знаете, немножко как бы плам, такое напитанное. И этот эффект мне понравился. Что касается борьбы с пигментацией, то да, возможно, тон лица посветлел. Но он мог посветлеть и другие средства, которые я использовал в комплексе. Тон лица посветлел и немного уменьшилась пигментация. Но выводы за три недели использования делать, мне кажется, рано. Все-таки, чтобы однозначно сказать, что это средство борется с пигментацией, мне кажется, нужно больше времени. Потом я напишу об этом в своем телеграм-канале. Но в целом хочу сказать, что тон лица несколько выровнялся. Других эффектов, кроме выравнивания тона и вот такой вот приятной увлажненности, напитанности, я особо не заметил. Но это сыворотка, которую я наносил смело на все лицо, на кожу, вокруг глаз. И она немного сглаживала там морщины. Я также наносил на шею. И в целом мне очень понравилось использовать таким средством. Оно достаточно приятное. Здесь присутствуют действительно рабочие ингредиенты. Но хочу сказать, что цена достаточно кусается. Цена кусается. И если бы не эта коллаборация, то я бы, наверное, сыворотку не купил. Хотя, в общем-то, может и купил бы. В общем, напишите свое мнение об этой сыворотке. Но я бы скорее сказал ей да. Следующее средство в сегодняшнем обзоре это вот такой отшелушивающий лосьон с салициловой кислотой 2%. Этот отшелушивающий лосьон сразу вам должен и по текстуре, и по своему составу напомнить одно знаменитое средство от Polos Choice. Лосьон с салициловой кислотой 2%. Который тоже имеет такую жидкую, слегка маслянистую текстуру. И, в общем-то, похожий состав. Но надо сказать, что Polos Choice у нас сейчас не очень доступна в России. Но у нас доступен такой лосьон от Гельтек. И я использовал средство с 2% кислотой с салициловой. Но, как правило, это были пилинги. Это были пилинги. И впервые за очень долгое время я использую именно такое средство, которое нужно оставлять на коже. Не нужно смывать. И надо сказать, что сначала я почему-то думал, что это средство будет отбеливать черные точки, немножко отшелушивать, увлажнять. Но спустя несколько дней использования я понял, что мое лицо слегка горит. При том, что при нанесении у меня не было каких-то особых ощущений. Естественно, я избегал кожу вокруг рта, избегал при нанесении кожи вокруг глаз. И старался не наносить вот здесь вот у основания носа. Потому что у меня там всегда бывает большая сухость, раздражение. Поэтому я стараюсь части защищать бальзамом для губ, прежде чем наносить что-либо такое вот с активными компонентами. Типа салициловой кислоты, ретиноидов и так далее. Так вот, я заметил небольшое такое пощипывание, покалывание, раздражение спустя несколько дней использования. И понял, что я несколько перестарался. Все-таки наносить такой лосьон несколько дней подряд, это довольно рискованное мероприятие. Использовать такой лосьон я бы стал, ну, пожалуй, 2 раза в неделю. Максимум 3 раза в неделю. Все-таки это средство с достаточно высоким содержанием салициловой кислоты. И с салициловой кислотой необходимо терпение. Да, с одного раза она вас не избавит от точек. От черных точек. И пусть вас не смущает, кстати, ее маслянистая текстура. Со второго раза она тоже может не избавить от черных точек. Это очень такой постепенный процесс. Но средство однозначное рабочего характера. Я смело могу сказать, что кожа, оно отшелушивает. У меня не было каких-то серьезных проблем с черными точеками. Не могу сказать, что они прям сильно уменьшились. Но да, какой-то эффект был. У меня немного посветлили вот так называемые сальные нити. В целом, замена ли этого лосьону Полос Чойс 2%? Да, вполне. Мне кажется, это вполне доступная замена этому лосьону, который ушел с нашего рынка. В общем, если вы ищете подобное средство, то вот оно. Следующее средство, которое я сегодня покажу, это вот такой вот антиакне гель для жирной кожи. И вы можете видеть представителя старого дизайна компании Гельтек. Поскольку они сделали дизайн, я так понимаю, относительно недавно, новый дизайн мне нравится гораздо больше. Это почти все предыдущие флаконы, которые я показывал. А этот дизайн еще старый. И этот гель для жирной кожи он предназначен для предотвращения появления высыпаний, для какой-то борьбы с высыпаниями. Ну и просто, чтобы увлажнять жирную кожу, как такая легкая текстура. По текстуре он, кстати, такой плотный прозрачный гель. У него присутствует какая-то, даже не знаю, какой-то запах, но это, мне кажется, не отдушка. Хотя отдушка здесь указана. Намазал себе на нос прекрасно. И вот этот запах у него очень слабый, поэтому могу сказать, что если вы чувствительны к отдушкам, он, скорее всего, вас раздражать не будет. Но самое главное, что делает этот гель, он неплохо, весьма неплохо увлажняет жирную кожу. Но есть важный нюанс. Несмотря на то, что я наносил его на лицо и получал такой, знаете, ни в коем случае не липкий. Я боялся, что финиш будет липкий. Нет, получался такой увлажненный финиш. Кожа была напитанная. Да, вспитывался он и высыхал достаточно долго, но при этом он не высыхал пленкой такой гель. Он оставлял приятное, напитанное ощущение на коже и без какой-то лишней липкости. Но его абсолютно невозможно носить на кожу хотя бы даже близко к глазам. То есть я его наносил вот на кожу вот так вот далеко от глаз. Поскольку при нанесении на кожу даже близко с глазами у меня почему-то появлялось какое-то жжение в глазах. И это была не аллергическая реакция. Я думаю, что это была какая-то реакция на активный компонент этого средства. Собственно, здесь в составе сок алоэ, здесь экстракты гемамелиса, фукуса. Не уверен, что это такое. Гиалуроновая кислота, препарат серы. И из активных компонентов, по-моему, это все. В общем, состав достаточно минималистичный. Увлажнение присутствует. Вокруг глаз и вокруг рта лучше не наносить, использовать отдельное средство. И за время использования у меня не было никаких высыпаний. У меня не было высыпаний, у меня не было даже каких-то покраснений, не было каких-то подкожников. Ничего такого не возникло. То есть средство пор однозначно не забивает. Средство свою функцию выполняет. Но состав все-таки хотелось бы немножко более, знаете, более интересный. И опять же, гамамелис, возможно, у меня так уже реагировал на гамамелис. Гамамелис, он имеет такой вяжущий эффект. Он так ненадолго, он несколько скрадывает поры, он стягивает поры. Но этот эффект может подойти далеко не всем. То есть у кого-то это может вызвать покраснение, у кого-то это может вызвать какую-то реакцию. Если вы ищете легкий увлажняющий гель для жирной кожи, это, кстати, неплохой кандидат. Следующее, последнее на сегодня средство, на котором я не буду долго останавливаться, поскольку я на него уже делал большой обзор со сводчами. Это солнцезащитный крем Гельтек. Меня много раз просили на него сделать обзор. Ну и вот, пожалуйста. И этот солнцезащитный крем, который меня, скажем так, несколько разочаровал. Он несколько разочаровал, поскольку он стоит на уровне корейских кремов, современными фильтрами, но при этом имеет какие-то старые фильтры в составе и несколько выбеливает, полосит кожу при нанесении. Хотя, в принципе, при сноровке его можно вбить без какого-то выбеливания. Но он ощущается скорее как санскрин такого предыдущего поколения. Его нельзя назвать каким-то суперлегким или дающим матовый финиш. Все-таки у него присутствует определенная маслянистость, но я не скажу, что он жирный. Я не скажу, что он жирный, и его нельзя называть, что он там пленкой, там маской, салом лежит на лице. Нет. Санскрин достаточно легкий, учитывая свою степень защиты SPF 50 и в широкий спектр, это достаточно легкое средство. Но это немножко не то, что ожидаешь за эту цену. Но в целом неплохо. То есть, пользоваться я им однозначно буду. Проблем он на коже не вызвал. Единственное, что мне не очень понравилось, его вот здесь очень большое отверстие для выдавливания, поскольку первые разы я выдавливал огромное просто количество, нажимая на тубу, а он сам по себе достаточно жидкий, и тут сразу вытекало очень много. Вот. Я привык, что обычно у такого форм-фактора, такое очень-очень маленькое отверстие, здесь прям оно очень здоровое. В общем, за это посмотрите полноценный обзор на это средство. И могу ли я его рекомендовать? Ну, в целом, если вы его купите, то вы не будете сильно разочарованы или как-то там обижены, он, скорее всего, будет норм. Ну, я ожидал большего, если честно. Ну, в общем, давайте перейдем к выводам. Стоит ли, внимание, продукция компании Гельтек? Да, однозначно стоит. Я о некотором роде жалею, что не попробовал ее раньше. С другой стороны, сейчас я смог попробовать столько классных продуктов, и я, в целом, очень доволен обзором. Я однозначно могу рекомендовать все средства для умывания. Мне очень понравилось гидрофильное масло, то, как оно полностью эмульгируется, и то, как оно отлично очищает кожу. Мне также понравилось их крем-гель для умывания, поскольку он для меня очень похож на крем-гель Цераве, только он не вызывает какого-то такого раздражения. У меня почему-то от Цераве иногда бывает пощипывание, покалывание. Кроме того, мне понравился и их просто очищающий, успокаивающий гель для умывания. В принципе, вся система для умывания у меня вызвала восторг. Потом мне вполне подошла сыворотка антиоксидантная. Ну, я бы предпочел, конечно, чтобы там была указана концентрация. Салициловый лосьон однозначно можно рекомендовать тем, кто ищет более бюджетную, более доступную замену лосьона от Полос Чойс, и тем, кто хочет попробовать продукты на основе 2% солициловой кислоты, который, кто там мучается, например, черными точками и закрытыми комедонами и так далее. Кроме того, увлажняющий гель для жирной кожи, антиакне, в принципе, тоже неплох. То есть, я мог его нанести, и в течение дня мое лицо чувствовало себя отлично. Никакого раздражения, ничего такого не было. Лицо было увлажненное. Но невозможность наносить его вокруг рта, невозможность наносить его поближе к глазам, меня несколько расстраивало. Поэтому имейте в виду о том, что он может быть... Может не подходить для такой чувствительной кожи. А что касается солнцезащитного крема, ну, он меня несколько расстроил. Ну, возможно, у меня были просто слишком высокие ожидания. Но мне кажется, что если вы его купите, вы вряд ли будете сильно разочарованы. В общем, всем большое спасибо за внимание, и большое спасибо компании Яндекс.Маркет за то, что они помогли с покупкой продукции на сегодняшний обзор. Обязательно напишите, что вы пробовали с продукцией Гельтек, поскольку я знаю, что мои читатели активно пользуются этими средствами. Напишите, что вам понравилось в сегодняшнем обзоре, что вам не понравилось, что у вас уже было. В общем, давайте обсудим эту компанию. И, наконец, пришла пора. В общем, будет приятно увидеть ваши комментарии. И обязательно приходите в мой канал в Телеграме. Всем большое спасибо еще раз. И всем пока.